Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы комментируем матчи онлайн профессионального игрока под ником Honeybee, пчела, короче. Итак, Injustice 2, он здесь играет за флэша, играет очень круто, и уже вот в первом же матче будет видно, как он за флэша будет противостоять зонеру зеленой стреле. В некоторые интересные моменты я буду видосик останавливать, чтобы прокомментировать происходящее более точно. Итак, вот в прессе с помощью бега оверхеда стрелу флэш, и доводит до угла уже практически в самом начале, находит окно между ударами и апперкотом с двух ног, видите, выводит на комбо, и просто начинает, он какой-то сейчас, по-моему, даже крас-ап был. И просто уничтожает за секунду, за секунду буквально. Персонажа, который зонер, который, казалось бы, ничего ему не сделать, а вот все, то есть, вот он. Пол хп просто сносит, но вот ошибается. Сейчас интересный момент был, заметьте, комбо было исполнено зеленой стрелой так, чтобы поменяться местами с противником, и флэша самого в угол загнать. То есть, начинается прессинг, вот, сейфовый был, видите, оверхед, подбрасывает на комбо, зеленая стрела начинает играть уже от обороны, уже отзонивается он, а флэш в ответ вибрирует, чтобы быть неуязвимым к зонингу, возможно, даже и к ударам. Долго не играл, не знаю. Отзонивается, в общем, зеленая стрела, а флэш уже думает, как к нему подобраться. Вот он вибрирует, пытается бежать. Добежал, все, начинается ближний бой, отмена вот этого бега, но ему не хватило жизни, поэтому его отбрасывает. Опять же, вот он пропускает от стрелы подкат, причем два раза, и уже с самого угла, оказывается, стрела начинает... То есть, стрела тоже хорошо играет, смотрите, тут прям пытался он перескочить, якобы красап, но нет, видите, как он его обманул. Ну, был пропущен подкат. Сейчас был такой интересный момент, он сделал оверхед, а потом резко включил силы для замедления времени, но в итоге он, к сожалению, проиграл. Теперь матч против Чаровницы, Чаровницы, не знаю, как правильно, но тут как бы тоже игрок сильный. Вот, опять же, часто используются ее сильные стороны, например, кросс-ап. Видите, вот он, вот он. Точно такая же ситуация. Сделал там удар по ногам несколько раз, да, противник забулочил. Потом оверхед, противник забулочил. После этого оверхеда он включил силы, замедлил время, и вот что получилось. То есть, единственное только, что он комбо дропнул, но здоровье более-менее вот сравнял этим захватом. И вот за счет бега, видите, он дистанцию сократил, но вот она наказала все-таки его. Это сейчас, по-моему, вообще был рестенд у нее, насколько я понял. Не знал об этом, на самом деле. Вот сейчас смотришь и думаешь, а что, так можно было? Injustice 2, он, как по мне, сложнее Мортала. Это заметно. Хотя бы вот из-за таких вот моментов с силой, когда комбо выдумывается чуть ли не на ходу. Вот как это, например, да? То есть, очень ситуативные, очень разные. Казалось бы, откуда они их придумывают, но вот придумывают как-то. Обмен ударами. Отмена была сейчас этого отброса, да? Типа, да. Или подброса, как это правильно говорить. Наверное, лаунчер-то скорее. Сейчас чаровницы делают такие вещи, я даже не знаю, как это назвать. То есть, я такого не видел никогда. Нет, ледяной куб я видел, но вот это, что сейчас было, это что-то. Она, по-моему, прокляла его, пока он был в кубе. Вот здесь, видите, за счет замедления времени, вот что происходит. То есть, не успевает она долететь до него, но он уже ее встречает ударами. Подкидывает. Типа, брейкер такой, ну типа, то есть, он по-другому. Клэш. Так, зомбик, зомбик защищает, но что-то... проигрывает флэш. Рематч. Ну, за этим наблюдать, конечно, очень интересно, потому что... Ну, я уверен, вы таких боев не видели точно. Вот это сейчас интересно было. Она перелетела воздушным дэшем. Казалось бы, вроде как игра не динамичная, а когда смотришь на игроков, которые знают толк в этой игре, то понимаешь, что нет, ничего подобного. Игра очень даже динамичная, очень такая разнообразная, и... Ну, посмотрите, что творит в чаровнице. То есть, она просто уничтожила флэша. Просто уничтожила. Заморозка. Вот она, видите, включила зомбика, поставила его в блок. И сделала, по сути, вот сейфовый такой оверхед рукой с зомбовской вот этой вот зомби рукой. Она продолжает его прессить, но вот маленькая ошибка, и все, пошел. Аперкот от флэша, он ее прессит. Вот, пошел. Оверхед сделал, включил силу. Да, знакомая ситуация, уже третий раз, по-моему. Но дропнул, что-то он комбо. Она использовала нечто сейфовое. То есть, тут иногда комбо делает хуже, чем есть, для того, чтобы противник не смог это комбо сбросить. Ну вот, флэш очень так хорошо законфернил. И уже чип дамажем добил. То есть, очень такая хорошая расчетливость. Зомбик включается, время выключается, но все-таки что-то как-то здоровье больше у чаровницы. Давайте ее называть ведьмой тогда уж, потому что я не знаю, как правильно. Вы, наверное, вы, наверное, можете сказать, типа, а... Ну, ты, типа, говоришь, что он профессионал, а что он всем проигрывает? Слушайте, ну, он же не один профессионал, правильно? И потом, видно же, что он играет хорошо, а если есть кто-то, кто играет так же хорошо, то на это, мне кажется, интересно смотреть явно. Если бы он просто без шансов уничтожал, было бы не так круто. тем более, что ну, он, может быть, как-то привыкает к противнику, я не знаю. Сейчас, например, уже ведьма ошибается. Энчантрис, вот. Будем называть ее правильно, Энчантрис. Ну, не та, которая из доты, а та, которая вот отсюда. Вот, все, угловая комба с руками, там, один-два вроде, один-два. И все, и Энчантрис просто отлетает. Прыгать, конечно, тут опасно, я смотрю. Ничего опаснее, чем в Мортале, наказания просто лютые какие-то. Зомбик прикрывает. Видите, не дает ему комбо сделать. Но все-таки пропускает удары. Вот сейчас непонятно, что это было. Какой-то дроп. Заметьте, вот он комбо сейчас сделал. Казалось бы неправильно, он специально это сделал, чтобы Энчантрис не смогла вот 4 метра, вот видите, у нее 4 метра энергии. Она бы могла сделать клэш, но не смогла это сделать. Видимо, эти удары не клэшатся просто. Все, она пытается вот через взаимодействие уйти из угла. Она уходит, конечно, но жизнь у нее... Сейчас была фраза Шансунга. Ну да, она такая, типа Шансунг Инжасиса 2-го. Рестент сейчас был интересно. Заморозка, смотри, зомбик включился. Я даже не знал, что так можно. То есть она свой же спешл прервала так, чтобы это нанесло больше урона зомбикам, типа, ну, окей, буду знать. Она ведь еще лечится такой штукой. Пытается как-то обманывать флэш. А вот это была броня, кстати. Это интересно, это, по-моему, называется как-то что-то там броня парирования или как-то, какой-то термин такой есть. Короче, он начал делать бронированный лаунчер, по сути, чтобы об стенку ее ударить. А потом отменил его после того, как броня сработала и потом по ногам ударил. То есть, вот, пожалуйста, уже пчела, пчела выиграла, да? Ну, тут уже, вот, один удар как-то не сработал у Чантрос. какой-то такой, знаете, один пропущенный апперкот от флэша и что-то как-то совсем худо стало Энчандрс. Она застряла в углу, но как-то вроде собралась и вот опять зомбик включается. А это, это возможно у Ворхед, кстати. Я не хочу врать, но возможно. собралась силами походу Энчандрс пропускает. Вот, это очень сейчас хороший момент был. Добежал, по сути, флэш. Во время бега бег отменил и сделал нейтральный прыжок, увернувшись тем самым от атаки и потом как бы вот. Все все поняли. Так. Вот, вот он, вот, вот он, вот она, вот она умение делать отмены бега. Неудобный прием, конечно, вниз-вниз там делается, но вот видите, чувак умеет, помогет. И что в итоге противник боится даже блок отпустить. То есть это такой кабал, типа кабал, только, только флэш. За флэши играть сложно, я вам скажу так. Ну, как по мне. То есть это, ну, не для новичков персонаж явно. Во всяком случае, чтобы за него играть прям хорошо, ну, это надо постараться. Он сложный. Вообще, конечно, за всех персонажей надо стараться уметь играть, но все-таки он явно сложнее, чем Атроцитус. Атроцитус явно полегче. Кота вызвал, и он начинает там пуляться, и все твои приемы становятся просто ненаказуемыми из-за этого кота. Ну, и Атроцитус, кстати, тоже умеет играть красиво. Казалось бы, персонаж, ну, ну, ладно, мы сейчас не про Атроцитуса смотрим, а все-таки про флэша с Энчантрас. Как-то оба игрока растерялись и ошибки делают. Вифпаниш, который, ну, не сработал. О, время все. О-о-о-о. Ну вот, пожалуйста, вовремя включенная эта сила, она, видите, что делать. Боится Энчантрас, пытается как-то обманывать его. А вот это интересный момент. То есть, она, бронированный лаунчер, начала делать, отменила его, сделала рвок вперед, причем такой не короткий, и резко захват. Это было неожиданно. Но она решила повторить то же самое, а пчела ожидала этого, походу. В общем, вот такие вот матчи, я считаю, я считаю, это круто. Это очень достойно. Надеюсь, вам было интересно. Ну и заодно узнаем, нравится ли вам такой формат видео, комментирование прямо от профессиональных игроков. На этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.